Добрый вечер! Это программа «Реальная экономика» и разговор сегодня пойдет о производственном потенциале нашей республики. 10 месяцев в Евразийском экономическом союзе и уже несколько попыток завоевать рынок нового объединения. Как сделать так, чтобы экономика страны стала конкурентоспособной, а продукция экспортоориентированной? Это оказалось проблемой не только одного Кыргызстана, но и некоторых других участников союза. На последнем саммите ЕАЭС главы государств говорили о том, что на зарубежных рынках продвигать нужно продукцию под единым брендом. Тогда вопросы по изъятиям и ограничениям отпали бы сами по себе. Россия предлагает присоединиться к своей программе импортозамещения и принять участие в совместном производстве оборудования и комплектующих в 25 отраслях экономики. А Китай проявляет большой интерес к местным простаивающим предприятиям, которые остались еще с советских времен. Но совпадают ли планы потенциальных инвесторов с планами чиновников и участников всего экономического альянса, пока сказать трудно. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Мы находимся на территории Токмакского гормолзавода. Завод в настоящее время простаивает. Мы ищем инвесторов, которые бы купили наш завод и запустили бы его. Этот завод когда-то был одним из крупнейших в Токмаке производителей молочной продукции. Территория огромная – около 5 гектаров. Предприятие выпускало сухое молоко, несколько видов сыров и сливочного масла. Более 90% продукции уходило на экспорт. Объем производства в 2008 году достиг 1 миллиарда и 200 миллионов сомов. Планировали увеличить его до 3 миллиардов сомов. Но после апрельской революции производство было свернуто и завод был закрыт. Инвесторы из Казахстана, вложившие в начале 2000-х около 40 миллионов долларов в строительство и модернизацию этого предприятия, ушли и не вернулись. Сейчас завод после проведения ряда процедур банкротства находится в залоге у одного из коммерческих банков. Приостановили, потому что предприятие входило в большой холдинг. Когда там начались проблемы, мы перестали получать денежные средства на оборотную часть продукции и поэтому мы прекратили производство. У нас появилась задолженность перед государством, перед работниками и начался процент банкротства. Процесс банкротства завершился год назад. Предприятие в настоящее время не имеет никаких долгов. Это Чуйская область и Иссыкульская область собиралось молоко с двух областей. Одновременно в сутки мы можем принять 250 тонн молока и его переработать на этом заводе. А такмак кроме этого заводца еще другой есть? В Токмаке больше заводов нет. Это оборудование уникальное, это немецкое оборудование. Обеззараживает молоко и делает его сыропригодным. В нашей стране таких установок всего лишь две. Здесь мы производим 2 тонны готового продукта в сутки. Это натуральное сливочное масло, которое потом фасуется в брикеты 200-граммовые и продается в элитных магазинах. Есть камеры плюсовые. Сколько камер? Камер 14 штук. Да, одновременно во всех камерах можно хранить до 3000 тонн продукции. Вот это вообще не только молоко, овощи. Все можно хранить, все. Все что угодно, да. Здесь было завезено специально дерево из России. Дерево дышащее, чтобы сыр в себя не впитывал запах дерева. Банку принадлежит, да. Если... Сырный цирк где хранится? Если разговор ведется, это будет с банком? Да, переговоры будут с банком. Прошло три аукциона. Цена с 38 миллионов долларов опустилась до 12 миллионов долларов. Ну, я считаю, что цена 12 миллионов долларов это очень приемлемая цена. Если этот завод заново начать строить, завозить оборудование с Германии, Швеции, Украины и России, то необходимо будет вложить почти 50 миллионов долларов. Знаете, сейчас банку там, которую я хотела, и попроси 12... 12 миллионов долларов на сегодняшний день это стоимость. И чтобы запустить этот завод, нужно еще 5 миллионов долларов, если запустить все цеха одновременно. Если запустить на 60%, то где-то 3 миллиона долларов. Все, кандидат Кудунгвей, я где-то жил. Это надо нам тоже совещать обсудить. Сразу не можем сказать. Всего 42 предприятия со всей республики, которые, на взгляд работников Министерства экономики, заинтересуют потенциальных инвесторов. Среди них заводы в советское время, производившие спирт, кремний, трансформаторы, электрические приборы, духовки. Предприятия, перерабатывавшие мясо, молоко, фрукты, овощи, табак и хлопок. Комбинаты, когда-то выпускавшие ткани, одежду, ковры, реально простаивают около 15 предприятий. Остальные работают частично. На балансе государства всего пару заводов, которые выставлены на продажу. А владельцы остальных частных предприятий либо хотят расшириться, либо планируют переориентировать действующий бизнес и поэтому находятся в поисках инвесторов. Либо согласны продать, если иностранцы предложат хорошую цену. Либо готовы сдавать в аренду производственные площади. После ряда длительных и неудавшихся переговоров с разными потенциальными инвесторами, предприниматели предлагают уже сразу несколько вариантов. Они готовы принять любой из них, который больше всего придется по душе будущим покупателям. Во многих предприятиях, как, например, здесь, от оборудования практически ничего не осталось. Ну, у нас вот, когда они построили, у нас была проблема, сырье у нас не было, и мы не смогли запустить завод. В Кыргызстане нету, поэтому нам... Сырье нет? Да, сырье нет, поэтому мы должны привозить или из Китая, или из России. Сколько лет вы просили? Это вот где-то около 10 лет стоит. Кыргызско-китайская бумажная фабрика была введена в эксплуатацию в 2002 году. На ее строительство правительство Поднебесное выделило 50 миллионов юаней, а экспортно-импортный банк Китая – 100 миллионов юаней. Деньги были предоставлены в долг на основе кредитного соглашения между Министерством финансов Кыргызстана и китайской стороной. Но фабрика полноценно проработала всего несколько лет. В 2011 году производство было полностью приостановлено. Работники предприятия отправлены в отпуск без содержания. Через три года его признали банкротом и ввели специального администратора. Долг перед госорганами составляет более 1 миллиарда сомов. Производственная мощность фабрики – 10 тысяч тонн канцелярской и 1 тысяча тонн бытовой бумаги. Говорить о том, что во сколько обойдутся бюджету государственные предприятия, выставленные на продажу, чиновники пока не торопятся. Похоже, готовы принять любое предложение потенциальных покупателей. Сейчас она введение в госком имущество, поэтому за сколько здесь пока… Здесь, наверное, расписано, да? В данный момент стоит где-то 900 миллионов – это госфонд имущества, а остальное – это соцфонд, налог и остальная зарплата. А, всего, всего, миллиард, миллиард, 26 миллионов сомов. Вот стоим и заводом. То есть вы все-таки решили продавать, да, завод? Да. На продажу выставили? Да, выставлено на продажу. Турция – мамликетная, Казахстан – Россия – Россия. Эти предприятия мы предлагаем не только Китаю, но и Турцию, Казахстану и России. Проводим бизнес-форумы. Вот недавно к нам приезжала делегация из Китая, в составе которой было около ста предпринимателей и представителей ведущих компаний соседней страны. Они побывали в Чуйской, Сыкульской и Нарынской областях нашей республики, чтобы лично посмотреть на простаивающие предприятия. Они больше всего интересовались теми заводами и фабриками, которые могут выпускать продукцию для рынка Евразийского экономического союза. Да, существуют небольшие проблемы, когда китайским инвесторам не сразу получается удачно запустить проект в Кыргызстане. Но и не давать им разрешения на реализацию того или иного проекта мы не можем. Просто будем требовать соблюдения всех правил ведения бизнеса, в том числе и соблюдения экологических норм. Добрый вечер, Рахат Альмирович. Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в программе «Реальная экономика». На недавнем саммите ЕАЭС в Астане главы государства говорили о том, что на зарубежных рынках нужно продвигать продукцию, произведенную именно в Евразийском экономическом союзе, а не в Казахстане или в России. В этом случае вопросы по изъятиям и ограничениям отпали бы сами по себе. Как вы считаете, что мешает предпринимателям пяти стран, которые находятся в Союзе, объединиться и создать совместные предприятия? Как эта совместная работа должна выглядеть на практике? Присоединяться к российской программе импортозамещения, что, собственно, и предлагает российский президент, или как-то по-другому действовать в этом направлении? Очень хороший вопрос. Да, сейчас в связи с интеграцией Евразийского экономического союза говорится многое об повышении конкурентоспособности региона. Первое, что приходит на ум, это, конечно, экспорт товаров за пределы Союза. Но, тем не менее, надо учитывать то, что структура экономика нашего региона и Союза в целом, она основана на сырье. То есть, в основном это экспорт сырья. То есть, по сути, наши экономики, они созданы, на сегодняшний день, они больше ориентированы на сырьевые рынки. А сырьевые рынки, они имеют очень низкую добавленную стоимость. То есть, говорить о какой-то конкурентоспособном продукте, который мы можем как регион или несколько продуктов, которые мы можем экспортировать, очень сложно на данный момент. Другое дело касается, что, как регион, у нас нет единых стандартов. То есть, продукция после развала Советского Союза, производства, она развивалась у всех по-разному. То есть, нет единого стандарта. Даже, например, недавняя история с картошкой, с картофелем из экспорта из Кыргызстана в Казахстан. То есть, такой самый простой продукт, как картофель, вызывает много вопросов и говорится о каких-то стандартах, то есть, разных стандартах. И если мы, как регион, хотим, как Союз, что-то экспортировать в другие страны, например, в тот же Европейский Союз, приходится говорить, если мы, например, будем производить промышленное оборудование или продукцию промышленного сектора, тогда возникает очень большой, емкий сектор вопросов, какие стандарты должны быть. То есть, внутри интеграция за последние 25 лет после развала Советского Союза везде стандарты разные применяются. И, соответственно, это будет очень трудно воплодить в ближайшие, наверное, 5-10 лет. Россия предлагает организовывать совместное производство оборудования и комплектующих в более чем 25 отраслях экономики. А у нас, как вы знаете, еще с советских времен осталось достаточно много предприятий, которые до сих пор простаивают. Говорит о том, что сохранилось оборудование, пока не приходится. Ну, вообще не приходится. Но, во всяком случае, есть производственные, огромные производственные площади. Ну вот, как правильно использовать наши возможности и как правильно выстроить отношения с потенциальными инвесторами, чтобы возродить, так скажем, былую славу страны с развитой промышленностью? В частности, китайские инвесторы интересовались этим вопросом. Но там вопрос другой с китайским инвесторами, потому что они больше смотрят на рынок Евразии. Как им выйти? И при этом у них еще есть проблемы с переизбытком производственных мощностей. То есть им хочется разместить производство, возможно, по каким-то причинам. Либо, может быть, это по стоимость, может, для них высокая, либо, может быть, какие-то стандарты мешают им, или что-то регулирование мешает. Но, тем не менее, они выразили заинтересованность как бы использовать. Мне кажется, добавленная стоимость будет низкая, но она будет есть, она будет, возможно, от этого отовьется, как в случае с Дордоем наши, какие-то сателлитные какие-то сектора начнут развиваться, и она перерастет, как наш текстиль, какой-то большой, большой отечественный сектор. Но, тем не менее, сейчас не приходится говорить о каких-то высокотехнологических инвестициях или инвестициях с высокой добавленной стоимостью. Но, тем не менее, то, что предлагает Россия, мне кажется, в России тоже много, наверное, производственных мощностей, которые простаивают. Им больше интересно с точки зрения стоимости. Стоимость у нас дешевле, чем у них, налоги у нас ниже, в определенных секторах, конечно. Потенциал, конечно, есть, особенно, в частности, мобильности трудовых ресурсов. Мне кажется, было бы очень интересно посмотреть, если откроются действительно такие предприятия. Совместные предприятия с Россией – это, конечно, здорово. Другой вопрос – это, насколько мы сможем их дальше реализовывать, кто будет их покупать. Единственное препятствие, возможно, для инвесторов будет политическая ситуация, то есть стабильность, гарантии. Мы видели, что после революции 5-го года, 10-го года был очень большой отток инвестиций. И при этом хотелось бы отметить, что я недавно смотрел статистику по поступлению в бюджет, просто просматривал последние 10 лет. И там такая динамика, что после революции 10-го года, в 11-м году бюджетные поступления растут вверх, потом 13-е, 14-е они опять снижаются. То есть, возможно, это говорит о том, что после революции действительно более открыто стало, более честно, более прозрачное. То есть, это говорит о какой-то политической ситуации. Но теперь опять идет снижение. В начале своего выступления очень правильно заметили, бизнесмены из Китая часто начали приезжать в Кыргызстан и посещать эти представивающие предприятия. Китайской стороне даже был передан список из 42 предприятий. Если вдруг они придут к компромиссу, эти проекты как должны быть реализованы, чтобы выигрыш оставалось каждой из сторон? Эти инвестиции предпочтительно должны быть в регионах страны. Потому что, если мы посмотрим, как развивается наш регион, это совсем другая картина. А если мы посмотрим на структурную составляющую, что это за конкретные инвестиции, картина еще хуже. То есть, в регионах в основном идут инвестиции только в добычу природных ископаемых. Это очень плохо. Плохо с точки зрения долгосрочных перспектив, плохо с точки зрения вреда окружающей среде и плохо с точки зрения конфликтов на местном уровне. Это очень плохо. С другой стороны, если бы инвестиции китайские, это, например, в идеале, если мы представим идеальные инвестиции, независимо от китайских, российских, например, китайцы решили вложить. Мы видим это, например, производство какого-то технологического товара. Например, это может быть телевизоры, компьютеры и так далее. Все, что может быть, это какие-то агрегаты, оборудование. То есть, это те вещи, которые требуют, во-первых, хорошего потенциала сотрудников. То есть, происходит обучение, строятся дороги, производятся дорожные сети, электричество и так далее. И это все идет не только передача земли, но плюс мы получаем еще технологию, определенную технологию. После того, как эти инвестиции придут, они еще будут привлекать сопутствующие инвестиции. Например, если это производство, например, одной детали, сборка будет осуществляться. Например, новые инвестиции придут и в другой регион, и уже будет полноценный товар, который будет выходить из Кыргызстана. Китайским предпринимателям местное население относится действительно с некой опаской. Поскольку в стране было немало скандалов, связанных с экологическими нарушениями, в которых так или иначе фигурировали предприятия, которыми руководили и руководят граждане соседней страны. И отсюда возникает вопрос, так как же можно сохранить экологию страны и при этом нарастить производственный потенциал? К сожалению, наши политики, наше государство в последнее время очень много говорит о том, что горнодобывающий сектор – это наш ведущий сектор, это наш приоритетный сектор, и все инвестиции, и очень много шума на этом делается. Но тем не менее, если мы посмотрим на добавленную стоимость, например, тот же большой нашумевший Кумтор, он там занято с 2-3 тысячи человек. Долгосрочные перспективы для экономики практически нулевые. Что будет после Кумтора – завод закроется, останутся руины. То же самое можно сказать абсолютно о любом горнодобывающем производстве. Конечно, есть положительные моменты, но отрицательных больше. Если у нас мы не можем строить сталитейные заводы, нас пугает, что китайцы придут, будут строить очень загрязняющие заводы. В Пекине большие сталитейные заводы, которые основные загрязнители. Мы не можем строить, и никто к нам не придет строить какие-то большие производственные мощности. Чтобы вот эта работа по наращиванию производственных мощностей все-таки удалась, лучше нашей стране четко следовать конкретной программе? Да, конечно, мне кажется, должны быть долгосрочные приоритеты в стране. То есть в стране приоритеты, которые на века, на 100 лет, на 200 лет. Два столба, которые помогают развиваться в стране – это доверие между людьми и государством, и вторая – это природа. То есть уберечь природу. Если вы посмотрите на инвестиции, которые идут, это все идут как бы в урон природе. Эти приоритеты можно сохранить. И они могут быть красной линией происходить во всех стратегиях, программах. А что касается программы импортозамещения, это краткосрочная программа. То есть другой вопрос, насколько она эффективна. Да, действительно, там многое эффективно. Например, многие предприятия выиграли от этого. Но есть много предприятий, которые проиграли. Эксперты тоже говорят о том, что население тоже проиграло, потому что у них нет теперь доступа к более качественным товарам и услугам. Поэтому, мне кажется, конечно, любой пример можно изучать внешне, но если мы хотим развиваться, мы должны писать все сами. У нашего правительства должен быть список предпочтений. То есть да, у нас было бы хорошо, например, замечательно, если бы вы производили то, например, что недавно Россия запретила и не может сейчас произвести, либо не может в полном объеме удовлетворить спрос. Но, тем не менее, надо еще учитывать то, что китайские инвесторы, они могут уже иметь свой рынок. То есть инвесторы, которые, может быть, хотят сюда переместить свое производство, но у них уже есть наработанный рынок. Может быть, тот же самый Китай. Не ограничивать их. Есть требования, которые они должны выполнить по безопасности, по вкладу в экономику, по развитию регионов и так далее. Но есть и преференции, то есть предпочтения. Было бы классно, если бы вы сюда вошли, но предпочтения не должны быть, требования. Тем не менее, сближение экономик, как сообщили на недавнем саммите ЕАЭС, будет происходить постепенно. Насколько этот процесс будет безболезненным и эффективным, покажет время. Вам спасибо за содержательную интересную беседу. Всего вам хорошего. Спасибо вам. И до свидания. До свидания. Очень часто граждане страны задаются вопросом, почему в Кыргызстане внутренние инвесторы вкладывают свои деньги в валюту, недвижимость, строительство объектов услуг, сервиса и торговли, но только не в производство. В ответ местные эксперты скажут, да потому что не было такой государственной программы. А зарубежные аналитики отметят, с годами после достижения определенного уровня богатства люди просто перестают инвестировать в более рискованные проекты. А производство мол считается высоко рискованным видом экономической деятельности. Как сказал лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Мирлис, индустриальная революция в мире произошла именно из-за того, что некоторые люди были готовы взять на себя эти риски. Экономика неравенства. Откуда возникло это неравенство? Новые технологии дают новые возможности только образованным людям. В связи с разным уровнем знаний и навыков появилась разница в зарплатах. У стран с высокими доходами есть возможность копить деньги. Они инвестируют их потом в развивающиеся страны. Но когда уровень зарплаты начнет падать в богатых странах, а в развивающихся, наоборот, расти, это приведет к неравенству в развитых странах. А в развивающихся, напротив, неравенство сократится. Неравенство в доходах будет постепенно исчезать. Инвестиции – это рискованный бизнес. Экономическая революция произошла только из-за того, что некоторые люди были готовы взять на себя эти риски. Причем много лет тому назад. Давайте возьмем список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Эти миллиардеры копили деньги в течение всей своей жизни. Но когда они вошли в топ самых состоятельных, они просто перестали куда-либо инвестировать, стали бояться. Средний рост капитала составил всего около 4% в год. Это было ниже, чем рост ВВП стран на тот момент. После смерти их богатства потом передаются по наследству. Проблемы неравенства могут быть решены только в специально отработанной системе налогообложения. В этой связи профессор Мирлис предлагает доходы с капитала облагать налогом по более высокой ставке. Например, при максимальной заработной плате 50% от дохода направлять на налоговые сборы. Правда, такой вариант возможен, если эти средства не будут развороваться и страна перейдет на прогрессивную шкалу налогообложения. Это когда налоговые ставки увеличиваются в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика. У нас же в Кыргызстане действует плоская шкала, когда налоги платят по единой ставке, несмотря на уровень дохода. В условиях экономического кризиса политика правительства, как считают эксперты, должна быть направлена на сокращение доходов богатого класса и перенаправлена в средний. Сделать это при существующей системе налогообложения достаточно сложно. К этой теме мы еще не раз вернемся. А я и наша съемочная группа прощаемся с вами практически до осени. Увидимся с вами в новом сезоне. Хорошего вам отдыха и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин